Итак, зрелое рассуждение всегда возникает в результате внутренней жизни. А также советов. Вот допустим, мамочка на саночках каталась я везде. Что произошло-то? Почему мамочка вдруг возникла потом? Потому что надо было сначала ее спросить. Мамочка, ты тебе говорила, что сходишь, не катайся на саночках. А ты не послушала, и теперь плачешь. Наоборот, всегда девушка, когда она кого-то полюбила, она должна советоваться сначала, прежде чем принимать решение. Потому что она из чувств состоит, у нее чувства очень сильные. Женщина чем хороша? Она хороша тем, что у нее сердце все знает. Так? По отношению к кому? По отношению к другим, мои хорошие. К другим. Женщина все знает по отношению к мужу. Она знает точно, что будет. Она ее... Она точно знает, что муж куда его несет. Точно знает. Но сделать это ничего не может. Женщина – это сердце мужа. А мужчина – это разум жены. И сердце – это тоже разум. Женское сердце чувствует истину. Мужское сердце способно идти вперед. Оно не останавливается. Мужской разум способен идти вперед. Но чувствует истину хуже. Поэтому женщина – это сердце мужа. Ощущение истины в женском сердце сидит. Мужчина часто не хочет слушать жену, а должен слушать. Обязательно надо слушать жену. Потому что в женском сердце сидит истина. Но женщина не может знать ничего по поводу себя. Потому что ее чувствительность, она пропадает из-за сильных желаний. Когда эмоции перекрестывают в женщину, она теряет понимание, как решить, что делать. Но у женщины есть одна удивительная способность. Она всегда способна слушать советы. Всегда способна. Ее способность принимать советы уникальна у женщины. Даже женщина, которая имеет высокое положение в обществе, все равно сохраняет за собой способность слушать советы. И поэтому женщина должна слушать советы. А особенно, когда она еще молода. Надо слушать уставших от старших советов. Очень важно. Означает зрелое рассуждение для женщины. Допустим, женщина очень трудно рассуждать. Она сердцем живет. Рассказывает сердцем. Поэтому для женщины зрелое рассуждение, которое рассуждение у некоторых женщин есть. Но большинство женщин, она живет сердцем. Это означает слушать других. Это не означает, как тебе показалось делать. По отношению к себе это не работает. Никогда. Всегда надо только слушать советы. И тогда ты правильно будешь жить. Для мужчины зрелое рассуждение означает совсем другое. Если мужчина имеет ответственность, ну, допустим, директор завода, как он должен совести? Он также должен слушать советы. Точно также должен слушать советы. И эти советы должны оттачивать его понимание. Потому что именно на своем понимании должен основывать свой поступок. Он не может поступить так, как он не понимает. Ему надо оттачивать именно свое понимание. Для мужчины это означает разум. Но, допустим, в себе большой коллектив. И как действует незрелый руководитель? Он вообще никого не слушает. Все говорят, что-то он не слушает. Это говорит он не слушает. Это говорит он не слушает. Значит, все. Ему капут. Он угробит это предприятие 100%. Потому что эти люди специалисты. Они каждый на своем месте очень хорошо понимают ситуацию. Глубже, чем ты. Вот смотрите. Зрелый этот руководитель как делает? Он зверенно сидит и слушает всех. Слушает, 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 слушает. Все сказали. Потом он говорит, иго-го. А теперь правильный ответ. Правильный ответ означает не его ответ. Это его. Это его ответственность. Это его жизнь. Это его предприятие. Его будут сажать за него, а не кого-то другого. Поэтому он на своей ответственности, на своих внутренних чувствах основывается с коррекцией всего, что было до этого сказано. Любой мужчина должен так жить. Ему говорят, не женись на это, не женись, он будет думать. Ему много чего он сказал, и он потом принимает правильный ответ. И допустим, ему говорят, все не женись, а он женился. Что это значит? Это значит, что он потом тебе скажет, «Ну, я же встал на кафе, вот теперь получил. Нормально. Что страшного?» Если мужчина прыгает туда-сюда, значит, он не будет часто в жизни. А женщина должна слушать, 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 и потом уже думать. У нее есть те же психические по-другому работают. Она должна много узнать сначала, прежде чем принять решение. Видите, по-разному психика устроена. Но мудрость всегда одна и та же. Мудрость означает рассуждение. И рассуждение всегда начинается тогда, когда сердце успокаивается. Вот смотрите, в жене сердце возникло, какое-то событие. Нужно делать операцию, нужно покупать то, нужно то, то, то. Много событий вызывают в жене сердце. Нужно сынам институт отдавать. Нужно еще что-то сделать, вкладывать деньги куда-то. Или брать деньги какие-то. И в сердце жжение. Жжение, что делать? Молиться, мои хорошие. Только молиться. Делать больше кличей. Потому что нет предварительного действия. Жжение означает влияние плохой судьбы. Нежелательная вещь. Нежелательная вещь. Страшная вещь. Жжение иногда бывает удачей, а иногда неудачей. Иногда человек боится, иногда он осветлёт. И то, и другое означает неудача. Вот человек чувствует, когда была победа, всё побеждаем. Это самое опасное. Чаще всего бой погибает, когда он чувствует победу. И в это время расслабляется. И в это время он получает то, что должен получить. Понимаете? Неожиданно. Так действует судьба. Всегда у человека. Человек не должен ни очаровываться, ни разочаровываться. Если не будешь очаровываться, значит не будешь разочаровываться. Это логика очень простая. Очаровался – молись. Разочаровался – опять молись. И то, и другое тебя спасёт от чего? От незрелого рассуждения. Незрелое рассуждение всегда основано на том, что ты к чему-то привязан. Ты считаешь, что только так будет или иначе. Это значит, что сердце твоё не свободно от судьбы. Как освободить сердце от судьбы? От судьбы. С помощью молитвы. Молитва не должна быть направлена на это действие. Она не должна, а в крайнем случае иногда. Понимаете, когда человек может молиться за свою судьбу? Как вы думаете, в каком случае? Когда его судьба ведёт его к неизбежному краху. Ну, допустим, ему надо сесть в тюрьму. Пожалуйста, сражайся за свою жизнь. Молиться за свою судьбу. Драком заболел. Допустим, тебя бросили. Молиться за свою судьбу. Просить Бога помощи напрямую. Не пренебрегай высшей силой. Но если событие не такое сильное, то есть не настолько, как вот сильное, оно, ну, можно от него отвлечься и решить его с помощью служения святому человеку. Лучше делать так. Ну, допустим, тебе надо купить квартиру. Несрочно. Но надо. Молиться и думать человеку. Всё решится. В твоих пользах. Означают, если тебе не надо покупать квартиру, значит тебе придёт знание, что не надо покупать. А если тебе надо покупать, значит придёт событие, которое поможет купить. Потому что часто бывает так, что человек не знает, что для него лучше, что хуже. Просто у него в сердце есть идея, которая горит и горит, горит и горит. Но есть вещи, которые никогда не надо делать. Просто в принципе. Хотите я вас к вам перечислить? Никогда человек не должен разводиться. Вы сами виноваты, сами захотели, поэтому я вам говорю. Никогда он не должен сам разводиться. Даже если судьба разлучает, список человека, пускай он разводится, если ему надо. Это его проблемы. Мне не надо. Мне и надо. Страшная вещь, страшное знание, но оно является правдой. Не значит ли это, что только с этим человеком я могу остаться на всю жизнь? Нет, это не значит. Судьба может сделать так, что вы не будете вместе, но это не ваше дело. Это судьба и было. Ко мне одна девушка подошла и говорит, «Навид Геннадьевич, я вот согласно вашим знаниям живу. Я не хотел с этим человеком жить вместе. И вот я не хотела». И так себя вела, что он сам меня бросил. Буквально поступило. Мы говорили очень правильно. На самом деле вы его бросили по-любому. Он говорит, «Ну он же меня бросил». Нет, вы его бросили. Это хитрый способ красави, понимаете? Вот и все. Согласны буддическим знаниям? Есть одна буддистская история. Там буддисты не афинцы в буддизме. Но мясо все равно хочется. Поэтому есть такая история монахов буддистских. Прича такая. Мясо хочется. Пасутся яки. Мясо хочется. А у него нельзя. И как бы два буддиста стоят под горой. У них уже как ножи разделочные. Они знают, что произойдет несчастный случай. А два буддиста пасут в стадо и прижимают к его кобылю. И какой-то я почему-то вдруг не мог как бы удержаться и упал. Блин, не повезло. Несчастный случай. Является ли это убийством или нет? Хоть ты тайно это делаешь, хоть явно. Какая разница? Все равно что за это будешь отвечать. Понимаете? То есть идея в чем заключается? Человек никогда, никто не имеет права бросать близкого человека. Вопрос сразу возникает. Значит ли это, что с ним надо обязательно всегда жить вместе? Нет, не значит. Нет, не значит. Так, разница наоборот. Если человек очень тяжело в личных отношениях, он должен взять дистанцию. Если тяжело даже жить в одной квартире, он должен переехать на время к маме. Если тяжело к маме, еще дальше уедем. Но никогда не говори, что ты бросил. Просто говори, мы временно живем раздельно. Я тебя люблю, я твоя, все нормально, но вместе нам тяжело. Все. Потому что неизбежно в каждой семье бывает так, что какое-то время вместе тяжело жить. Это неизбежно для всех. И люди некоторые чем занимаются? Они мучают друг друга и мучают, мучают и мучают до последнего. А потом что происходит? Они уже не могут. И расходятся навсегда. Почему? Потому что замучили уже друг друга. Культура отношения какова? Чем тяжелее жить вместе, тем больше дистанция. Почему люди не хотят делать дистанцию? Потому что они хотят наслаждаться друг другу. Поэтому портят нервы. Ты не можешь наслаждаться сейчас, уже все. Концерт закончит, краник закрыт. Ты не можешь быть близко, потому что такова твоя судьба. Ну и чуть-чуть на дистанции. А что делать? А я хочу в мужа. Вот это проблема. Значит, у тебя нет внутренней жизни. Потому что когда внутренняя жизнь у человека есть, смотрите, как работает система. У тебя есть внешнее счастье. Ты его принимаешь и живешь им. Когда нет внешнего счастья, ты увеличиваешь счастье внутренней жизни. Ну как и баланс идет. Много внешнего счастья. У меня есть внутренняя жизнь. Внешнее счастье мне дает счастье всем дня хорошо. Внешнее счастье заканчивается обязательно. У каждого человека в жизни в какой-то момент. Несколько лет будет тяжелых обязательно в судьбе. Периодичности там лет 10. Обязательно несколько лет платить тяжелых. Наступил тяжелый период в жизни. Что делать? Жить внутренней жизнью. Только скупец, он чем занимается? Он ищет, он хватается за то, что он теряет. И это будет ему руки обрывать еще больше. Если, допустим, люди не могут быть вместе. Вот так вот склеиться, как они хотели. И не хотят жить внутренней жизнью. То есть жить на дистанции. Что происходит? Они мучают друг друга. И мучают, и мучают, и мучают до последнего. Пока отношения со всем просто ужасными не становятся. Не вдребезги, а потом разлетаются. Мы разок с другом такая строительная резинка. Нам долго лет по 7. Мы попробовали ее растягивать как можно больше. До последнего. Растягивали, отходили, растягивали, растягивали эту резинку. Я получил по пузу. Так сильно получил. Мне на всю жизнь запомнили. Как растягивать резинку до последнего. Меня четко отражалось. После этого, что резинку до последнего растягивать не надо. Потому что кто-то один из двух получил по пузу. Ну, то есть он не смог держать, отпустил ее и меня и по пузу попало. Резинка. Такой жгут, такой толстый. Хорошо попало по пузу. Хорошо не глуп. Но так, чего люди живут часто. Причина – это привязанность. Человек хочет наслаждаться другим человеком. Он не может отступить. Взять, успокоиться, отойти, рассказать. Почему люди грызутся? Мы разок с женой поругались. Иначе вы ругаетесь с женой. Иначе вы ругаетесь с женой. Скажу вам по секрету. Все ругаются с женой. Все здесь. Есть это судьба. Не то, что я против жены. Но иногда бывает строительство. Мы построили ее вместе с ней. Это было в Индии, все то вместе. Там вот кругом такая вот красота. Просто угол, угол. Такое чистое пространство открытое. И мы увидели два мангуста вот таких зелька. Очень красивых, черных. С большим хвостом. Они фыркают и бегают друг за другом по поляне. Места много вокруг. Но никого нет вокруг. А они друг за другом бегают, понимаете? Все время. И грызутся. Фыркают друг на друга и бегают. Хотя вокруг сколько места. Один мангуст мог бы там посидеть, другой там на время. И все было бы хорошо. Но они бегают друг за другом и грызутся, понимаете? И постоянно назад шли они все еще бегают. То так мы живем, понимаете? Места много. Москов не хватает. Ну, по крайней мере, есть две комнаты. Ну, вся тель. Одна собака в одной комнате, другая в другой. Уже меньше гавкать. Дель гавкает. Правильно? Каждая своей территория. Все не хватает? Не хватает понимания, что привязанность – это зло. Если я хочу еще что-то сказать своему близкому человеку. Он вот этого не понимает. Не вопрос. Хочешь ты сказать или нет? Вопрос заключается в другом. Правильное время для того, чтобы сказать или нет? Нам все нужно в правильное время. Бывает, что правильное время несколько лет не возникает. Значит, надо просто молчать эти несколько лет. Время очень важно. Есть благоприятное время, есть неблагоприятное время. Допустим, знаешь, ты ребенок в неблагоприятное время. Результат такой. Всю жизнь будешь страдать. Есть вещи, которые никогда нельзя делать. Чего никогда нельзя делать? Между делом зачинать детей. Вот чего никогда нельзя делать. Как надо зачинать детей? Надо изучить сначала свое здоровье. Сначала женщина должна спросить себя. Я хочу ребенка или нет? Чаще всего, если сердце говорит, не надо тебе. Я хочу ребенка, но не сейчас. Такой должен быть ответ. Это означает, что сейчас ты не сможешь выношить нормально. У тебя будут трудности. Потому что иногда у женщины бывает хорошее здоровье, а иногда плохое. Сердце подсказывает. Сейчас не надо ребенка, это тяжело. Значит, надо ждать. Второй вариант. Я вообще не хочу ребенка. Это значит, ты еще не женщина. Значит, нам предвзывать все женские качества. Третий ответ. Я хочу ребенка сейчас. Значит, надо зачинать. Как зачинать? Надо изучить сначала, как действует вот этот цикл. Какое время точно зачинать? И перед овуляцией, когда температура вверх подскакивает, три дня это самое лучшее время для зачатия. А потом дальше надо идти к астрологу, который должен рассчитать из нескольких вариантов, самый лучший для рождения ребенка и для зачатия. Понимаете, есть такое знание. Астрология – это серьезная наука. Тогда никогда ребенок приходит и сам выбирает, а не. Вот сейчас я вам расскажу, как он выбирает. Вот там на том плане висит человек целая куча. И выберите тот, какой поступок вы совершите. Кто у вас вопрос задал? Спасибо вам за это. Вот смотрите. Вы зачинаете днем. Означает. Под светом солнца. А ребенок развивает свою силу под влиянием луны. То есть, когда луна влияет, он набирается силы в женское время. Понимаете? Ночь – это женское время, а день – это мужское время. Знаете песню? Наступает ночь, зовет ты маме, мыслиной ей-то я. Знаю я теперь, что на семье дня. Знаете, тут есть песня? Тут правильно песня. Я вам покажу очень просто. Смотрите. Где женщина набирается силой? Где женщина набирается силой? На кровати. Не дома, а на кровати. Для женщины кровать – самое любимое место. Она и так ляжет, и так ляжет. Не всегда на кровати хорошо. Она всегда чувствует себя хорошо на кровати. Я правильно говорю, женщины? И ночь тоже женское время. Ночь у женщины силу откликает. И поэтому, так как в женском теле ребенок развивается, поэтому зачинать надо ночью. Если ребенок зачинается вечером, то он рождается немножко того. В вечернее время дает психическую неустойчивость при зачатии. Если он начинается днем, то он больным рождается. Потому что по цветам солнца он ослабевает, силы его тают. И он в результате развивается болезненно. Если ребенок рано утром, там, в 7 утра, в 8 утра начинается, то он рождается слишком чувствительным. Потому что утро – чувствительное время. И солнце, и луна леют. Достаточно сильно. Не леет для зачатия. Там много всяких душ и сил. Они все хотят рождение. Они все выбрали тебя. Теперь подумаем, какая душа из них тебе нужна в твоей жизни. Больная, несчастная, сумасшедшая или здоровая. А вот какая ваша проблема, что непосредственно после половой акта может не пройдет и встречает. А может несколько часов, например, ночью, а… Нет, имеет значение именно половой акт. Имеет значение половой акт. Я сейчас вам объясню. Все, сейчас вы все поймете. Когда половой акт произошел, душа уже прикрепилась. Сознание души уже привязалось к матери. Все, это уже произошло. И потом постепенно она входит всей своей силой. Она входит в сперматозоль, всей своей силой. Потом дает ему силу зачатию. Вы знаете чаще всего, как происходит зачатие? Чаще всего. Врачи об этом не знают. Сказать вам? Да, конечно. Она происходит внутри яйцеклетки. Яйцеклеткой, ну то есть внутри яичника, а не яйцеклетки. Внутри яичника. Вот смотрите, яйцеклетка еще не вышла из яичника. Сперматозолиды подходят к яичнику, проходят сквозь вот эту вот стенку и там происходит зачатие. Потому что оно происходит до каугуляции, раньше, чем яйцеклетка вышла. Нет, потом яйцеклетка обутворен, он же выходит наружу. И терроризм. Да, терроризм. И вы хотите этого терроризма? Если бы вы не хотели, вы бы не ложились. Зачем хотят терроризма такого? Я думаю, женщина, ну кто же со мной совершит терроризм? Я тоже человек. Я ну террористов нет. Хоть в один попался. Так устроила природа. Женщины тоже террористы. Мужчина думает, ой, я обладаю женой. Все. Не факт, не факт. Жизнь покажет, кто кем обладает. Потом со временем ты поймешь, кто кем обладает. Женщина же, она всем обладает семейной жизнью. Дети ее любят больше. Квартира из ее энергии соткана. Человек неравной силы совершенно. Муж приходит, дам и мужчина. У него столько детей, жена. Она всем управляет там. Но ничего не может там взлет с ним совсем. И самое главное, он одну взял. Одну взял. А потом ей становится много. И все из нее выходят. Вот что управляет. И все ее. Но так что, до этого он понимает, что он не одну взял. Потому что женщина очень сильно привязана к родственникам. Он взял одну, а потом тещу появляется. И она уже учит раньше еще даже лику начинает. Почему? Потому что она сильно привязана к ней. Женщина очень к родственникам сильно привязана. Поэтому к ней не очень важно. А он как бы жену, то он взял одну, тещу не брал. Потом оказывается, что сперщик взял. А некоторые вообще с собачкой берут, понимаете? Собачкой. И без собачки никак. Или мы с собачкой вместе до тебя замуж выходим. Или вообще не выходим замуж. Выбирает вас друг. А собачка какает на кровати. Она хорошая и имеет право, как и Михалая. И ничего не сделаешь. Как и власть женская природа. Она привязанится к родственникам, близким, ко всем. Жучкам и всем всему, что ее ухожают близкие. Ее вот всю вот такую надо брать замуж со всеми припопадами. Если женщина не развита, а остается за бортом. Развитая женщина маму мужа любит больше, чем свою. И это для нее полная гарантия того, что у земля сохранится. Вот развиты женщины как себя ведут? Они даже чаще маме мужа звонят. И отношения строят с мамой мужа. А как бы отцу они служат, отцу мужа служат очень своим сердцем. И всегда его слушают. Развитые женщины разумные. Теперь, что происходит? Когда тяжелая жизненная ситуация, кто растаскивает людей? Родственники. Как это происходит? Очень просто. Смотрите. Тяжелая жизненная ситуация. Кто виноват в том, что в семье проблемы? Конечно, не мой ребенок. Мой ребенок хороший. Всегда мой ребенок хороший. Но есть одна ситуация, которая нехорошая. Если женщина любит маму мужа, то всегда в этом случае она хорошая. А мой сын дурак. Не понимает, что она хорошая. Всегда так бывает. Поэтому женщина должна больше усилить. Прилагать для того, чтобы любить маму мужа. И тогда она защищена в семейной жизни. Все за нее. Женщина покапризничала, допустим. Муж вышел из себя. Побил ее. Все равно он дурак. Мама скажет. Да, она капризная у тебя. Но она хорошая. Не бей ее. Понял? И скажет. Ладно, буду стараться. Убегай в такую комнату, сынок. Убегай. Не бей ее. Не бей. Она хорошая. Почему, кстати, муж бьет? Почему муж бьет? Берет и бьет. А? Попросилась. Нет. Не обязательно, что она бьет. Не обязательно. Есть два варианта, когда мужчины берутся. Сказать вам? Первый вариант. Когда женщина купилась. Что значит купилась? Он, допустим, очень богатый. И очень хороший человек. И очень красивый. То есть у нее есть какие-то стояния, которые она в себе не видит. Она купилась. И она перед ним на задних лапах. Вот так. Это не означает смирение женское. Это означает, что она купилась. Понимаете? Женщина должна с мужем рядом иметь чувство собственного достояства. Она имеет полное право на свое слово. Она обязана его воспитывать. Обязана. Больше никто ему не скажет правду, кроме жены. Она обязана воспитывать. Она обязана говорить правду. Но делать это снежно и смиренно. Вот в чем как бы идея. Чувствов собственного достоинства нет. Женщина становится как тряпка. Первое, что мужчина делает, он начинает ее мучить в постели. Издевается, как хочет на ней. Она страдает, не знаю как от этого. Страдает, не знаю как. Думает, что так надо. Бред. Дальше что происходит? Дальше происходит следующее. Он начинает над ней издеваться и в жизни. Начинает ее убить, мучить. И в конце концов все равно душевыривать из своей жизни. Все равно. И находит себе ту, которая не позволяет ему так собой себя вести. Вот интересно закономерно, что он бросает ту, которая все от него терпит, и находит себе ту, которая будет ему указывать, как ему жить. Интересно вот такая вещь. Так зачем тогда вот такой быть? Нет смысла. Есть второй вариант, который неизбежно вызывает то, что мужчина начинает драться, или ломается психически, становится как тряпка. Это когда женщина всегда настаивает на своем. Женщина не может это терпеть, потому что женщина психика сильнее. Ему надо или драться, или становиться тряпкой. Одно из двух, понимаете? Есть мужчины разумные, то есть они думают, что у меня дура жена, но что делать? Уходит в сторону, спокойно как-то относится. Ну дура, дура, ничего страшного. Я такой взял, это моя супа. Спокойно как-то к этому относятся, уходит спокойно. Значит разумные мужчины. Но вот и это, такое бывает. Мужчин два варианта. Или он ломается, начинает истерики катать, или он бьет жену. Кто виноват? Как она должна себя вести? Мужчина настаивает на своем, это его природа. Надо с ним соглашаться. Ну смотрите, как устроен этот мир. Женщина, она снаружи очень мягкая и податливая. А внутри твердая, как ткань. Она даже сама может об этом узнать. Женская природа внутри твердая, как ткань. Поэтому женщина хранит от мучей. Твердость характера означает, что узнала, как выучилась, так и будем жить. Женщина никогда не меняет обычаи. Понимаете? То есть она всегда будет убирать квартиру. Она всегда будет воспитывать детей. То есть у нее твердый стержень, как правильно в семье есть. Понимаете почему? Потому что такая природа женская, снаружи она податливая, внутри как камень очень твердая. Как мужчина устроил? Он снаружи очень твердый, как камень, а внутри очень податливая. Поэтому женщина, как она должна поступать? Смотри, у него внешние вот эти твердости, какие-то принципы у него там. Он нажимает этими принципами, женщина должна соглашаться со всеми. Это не значит, что будет как у него. У кого твердости не будет лучше. У женщины и мужчины. У женщины. Поэтому все равно будет так, как она хочет, по-любому. Только не сразу. Допустим, надо платье купить. Он говорит, в этот раз платье покупать не будем. Понятно? Понятно. Понятно. Но все равно через несколько дней идем и покупаем платье. Почему? Потому что мы с вами так захотели. Не жена, а я. Это моя боль. Мою желание. Я все рассекретил вас, да, женщины? Не бойтесь, ничего страшного. Все равно платье будет покупать платье. Ничего не сделаешь. Если женщина правильно себя ведет, мужчина ничего не может сделать. Ему все равно придется выполнять желание женщины. Потому что женщина имеет право наслаждаться жизнью семейной. А мужчина нет. Мужчина должен наслаждаться победами над собой. Его наслаждение сражений за своей судьбой. Наслаждение женщины – это сражение в семье. Поэтому женщина испытывает счастье от побед в личных, в семейной жизни. А мужчина испытывает счастье от побед там, где он побеждает. На работе, в обществе там и так далее. Поэтому мужчина, все, что в семье находится, имеет женскую природу. Все, что находится в обществе, имеет мужскую природу. Мужчина побеждает себя в деятельности. Женщина побеждает и наслаждается победой в семье. Поэтому мужчина должен трудиться, но он также должен знать, что деньги ему не принадлежат. А если он хочет с коброй жить, тогда он может их закроить. И он встретит кобру в своей жизни. Она не хотела. Просто так получилось. Когда мужчина крает деньги от жены, она становится кобой. Поднимите руку женщины, от которых муж крает деньги, и она при этом кобой не становится. Дверь, две женщины. Настоящая женщина, сильная, развита. Ну-ка, кто? А кто ж знает, крае, пока нет. Вы способны. Замужем, счастливым. И способны, вот он, крае, деньги, а вы распокой. Я понимаю. Я понимаю. Это очень редкий случай. Признак разумности. Но это очень трудно для женщин. Очень трудно. Вот так. Если он обманывает, и при этом быть любимым для него. Он обманывает и приносит в семью средства. И при этом быть любимым. Очень трудно для женщин. Очень трудно. Поэтому лучше не связываться. Мужики лучше не связываться. Просто спокойно деньги отдавать, и все. Все. Давайте деньги и скажите, пожалуйста, только чуть-чуть денег надо откладывать на машину. Нас скажут, ладно, ладно, не волнуйся. Будет откладывать. Сколько надо. Ну ладно. Так. Я же сделал. Ну ладно. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...